Народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда и его супруга Марина Анисина отказались от традиционной модели брака. Партнеры решили жить отдельно, причем даже не в соседних домах. Она в Турции с детьми, он в России, продолжая все так же появляться в компании красивых женщин. Марина Анисина заявила, что ее и Никиту Джигурду невозможно разлучить, но загвоздка-то все равно налицо. И дело вовсе не в Анастасии Волочковой, которую регулярно застают с артистом во время поцелуев и вольных прикосновений. Психолог и гештальт-терапевт Ирина Рейнбах рассказала, что Никита Джигурда и Марина Анисина видят свой союз под другим ракурсом, и такая семейная модель устраивает обе стороны. Специалист предположила, что причины может быть две. Первая — это банальная выгода, ведь проживая отдельно жена, не загружена бытом и не имеет поводов для ссоры с мужем, но при этом семья не рушится. Вторая версия психолога такова — Никита Джигурда — агрессор, а Марина Анисина — жертва, отчего возникают удобные созависимые чувства. «Вправе ли мы осуждать? Не знаю», — цитирует пятый канал гештальт-терапевта. По словам эксперта, у каждого свое понимание о правильности отношений. И если Никита Джигурда и Марина Анисина сумели договориться, значит так тому и быть. Есть социальное понятие брака, это то, как принято в обществе, есть личность, как сам человек воспринимает это. И для большей части населения брак — это поставить подпись в ЗАГСе, жить в одной квартире, в одном пространстве, воспитывать детей, заниматься бытом, проводить время вместе. И это для них ценность. Для кого-то брак свершается на небесах, и они не будут омрачать его подписью в акте гражданского состояния. Для некоторых дети — это лишний атрибут семьи. У каждого свое понимание, не знаю, хорошо это или плохо, но это дает возможность выбора человеку. Здесь же и про отношения Марины Анисиной и Никиты Джигурды. Им так удобно, комфортно, и они считают, что это норма. Вправили мы их осуждать? Не знаем. Крепкие отношения — это те, в которых партнерам удалось договориться. Ну и что, что они живут в разных странах и видятся раз в три года. Много говорят о том, что Марина позволяет своему мужу по отношению к ней слишком много вольностей. Но мы не знаем внутренней стороны. Возможно, это договоренность и выгода каждого. Например, пиар. Ведь известно, что хей чаще выстреливает, чем что-то хорошее. Возможно, и нет. И каждый выполняет какую-то свою роль в этих отношениях. Он такой агрессор, она такая жертва, и всем хорошо, все имеют свою выгоду. Сейчас они вместе. Но живут не вместе. Ощущение семьи есть. Ощущение того, что ты не одинок, что есть человек. Ведь мы головой можем понимать все, что угодно. Но наши ощущения не всегда такие, как наше понимание. И бывает просто, что штамп в паспорте кардинально меняет внутреннее состояние. Возможно, это причина таких отношений. Но и вообще, это может быть идеальным браком. Давайте представим. У меня есть муж, у нас есть дети. Мы в хороших отношениях. При всем при этом, я не обременена сибирными обязательствами в виде стирки, уборки, готовки. Встречать, провожать мужа на работу. Недовольствиями моими, недовольствиями его по отношению ко мне. Я занимаюсь детьми. Своими делами. Общаюсь с подругами. Работаю. Да и он тоже, в свою очередь, отлично себя чувствует. У него есть жена. Есть дети. Есть хорошее общение, понимание. При всем при этом, свобода. Когда захотел, пошел. Когда захотел, пришел. Не нужно объясняться и оправдываться. Что касаемо секса, секс есть в те редкие встречи. Зато каким он может быть? Бурным, животным, ярким. Не таким, каким занимается. Потому что нужно выполнить семейный долг. И к тому же, никто не запрещал видеозвонки. Дети, что касается детей, а много ли получают внимание дети, которые живут с отцами, которых всегда нет дома. И даже когда они есть, они не участвуют в их воспитании. Им не до детей. Возможно, ребенку, зная, что его папа, с которым есть общение и встречи, пускай редкие, подарки, внимание, любовь, которые не отягощены бытом, возможно, для этого ребенка такой папа лучше папы. Кто знает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok